Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Еще не ушла боль после вчерашнего поражения наших ребят от волейболистов Польши, и в который раз хочется вспомнить неудачную концовку второго сета, когда очередные ошибки привели к поражению, казалось бы, небезнадежной партии. Но не было в тот вечер в команде стержневого игрока, коим является для нашей команды Максим Михайлов. Посыпать солью раны, безусловно, не будем, надо двигаться дальше. Отчет начала чемпионата мира уже дан, и нашему руководству надо серьезно подумать о том, будут ли наши специалисты готовить обе сборные к главным стартам, или мы вынуждены будем готовиться к ним под руководством зарубежных тренеров, порой не понимая, что они хотят от наших ребят из-за языкового барьера. А неумение в короткие сроки тайм-аута донести до подопечных самую важную суть происходящего на площадке, это само по себе искусство, и объяснять это на ломаном русском языке считаю нереально. Сегодня Туомас Самилво в своем интервью отметил недопустимость такого большого количества ошибок при подачах в матчах такого высокого уровня. Тогда у меня резонный вопрос. Ну раз ты видишь, что теряем драгоценно завоеванные брейковые мячи, ну дай команду упростить подачу. Так нет же, такой команды от него не было. Также финский наставник не стал заострять внимание на свисте трибун во время подачи его подопечных. Это обычная атмосфера в матчах с хозяевами соревнований, и опытные игроки не должны перед этим пасовать. А вот Павел Панков, объясняя причины поражения во вчерашнем матче, пояснил, что команда, начиная со второго сета, стала рисковать, играя одновременно в свое удовольствие. Невезение в концовке второй партии со слов Панкова свело на нет все усилия команды. Дебютант сборной России Павел Тетюхин отметил запредельную мотивацию у поляков во вчерашнем матче. В некоторой степени это было связано с неудачей в четвертьфинале олимпийского турнира. И сборная Польши сумела реабилитироваться перед болельщиками во вчерашнем отдельно взятом матче. Уступать же на стадии четвертьфинала, конечно, недопустимо, подытожил сын Сергея Тетюхина. Егор Клюка не нашел слов, чтобы пояснить причину поражения команды от поляков, однако отметил при этом, что потенциал сборной был реализован в этом матче только на 50%. Со слов доигровщика сборной России тяжело комментировать и что-либо пояснять, когда команда в сухую проигрывает в трех сетах. В этот день Польша просто была сильнее, добавил Клюка. Уровень сыгранности сборной Польши на чемпионате Европы отметил один из героев вчерашнего матча Вильфредо Леон. Со слов доигровщика сборной Польши его команда непременно станет чемпионом европейского первенства, если покажет такую же игру в дальнейшем. Ну как говорят, флаг им в руки, а нам надо возвращаться к своему хозяйству. Причем и к женскому и к мужскому. С накопленными проблемами надо разбираться и как можно раньше. На этом я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением Ренат.